да это она кальцона закрытая пицца всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня суббота утро но уже пора приниматься за дело хотя я еще толком не проснулся буду ставить тесто на пиццу чтобы время зря не терять начну вымешивание а поговорим в процессе мука соль дрожжи и вода мне нравится пицца на тонкой лепешке я вполне допускаю что где-то возможно ждет своего часа совершенно потрясающего вкуса сногсшибательного пицца на толстой лепешке но мне такая до сих пор не попадалось начинаю вымешивать кулинарная пропаганда собственно и начиналась пиццы вот этот ролик один из первых в котором я очень подробно все рассказал хотя ролик конечно сам ужасный а сейчас пройдусь по ключевым моментам только давайте переместимся подальше тестомеса чтобы шум не мешал первый этап вымешивания займет 10 минут рецептов теста для пиццы даже самой италии великое множество и я вовсе не собираюсь утверждать что мой сегодняшний рецепт единственно верный первый раз в жизни выехал за границу мы оказались неаполе и за неделю этого зомби тура проехали всю италию с юга на север я был разочарован итальянской кухней это было наивно но мне почему-то думалось тогда что в любой итальянской забегаловки еда должна быть просто чумовой это оказалось мягко говоря не совсем так а больше того скажу вернувшись на родину я в своем блоге написал такую фразочку про итальянскую пиццу приготовленную в дровяной печи у подножия звуя эту жесткую сухую трескучую лепешку испачканную протертыми томатами и едой это назвать нельзя однако шло время я активно общался с разными кулинарами в том числе проживающим на территории италии и мало по малу я начал готовить пиццу для своих домашних готовить ее стал по рецепту который прописан в регламенте о неполитанская пицца то есть только то пицца которая приготовлена в соответствии вот с этим регламентом может называться пицца наполитана любые другие рецепты это не неполитанская пицца по крайней мере готовить и продавать ее на территории италии и называть при этом пицца наполитана категорически нельзя сразу штраф тюрьма так вот прервусь на второй этап добавляю стальную муку и продолжу вымешивание теперь 20 минут вернемся к нашим бараном пицца во первых во вторых и в третьих это прежде всего лепешка лепешка из теста потому что изменение состава начинок не делает пиццу не пиццей поэтому вкус текстуры лепешки это самое важное если вы до сих пор оценивая пиццу говорите зачем за пицца там начинки почти нет или о отличной пиццы там начинки навалили то это всего лишь означает что вам до сих пор не повезло попробовать действительно шикарную пиццу я сам такой был но повезло наткнуться на вот этот вот итальянский регламент и так если тесто для пиццы содержит только муку соль воду дрожжи то есть никакой сдобы никаких там сахаров яиц и прочего то откуда же взяться к действительно классному вкусу в таком простом по составу тесте весь вкус создает колония дрожжей им на это нужно действительно много времени для того чтобы тесто не перекисло за вот это длительное время пока она выбраживается этих дрожжей должно быть немного чем дольше будет тесто тем больше в нем развиваются вкус и ароматы тесто для пиццы диполитанской пиццы готовится по регламенту так вся вода вся соль все дрожжи по рецепту и 10 процентов муки от необходимого количества на весь объем теста замешиваются в течение 10 минут за это время соль растворяется дрожжи расходятся воде мука набухает после чего добавляют остальную муку и вымешивают еще 20 минут указано мною время верно для работы с тестомесом вот такого типа если же вы воспользуетесь более скоростным агрегатом например такого типа хоть по регламенту это нельзя то вымешивание на обоих этапах можно сократить вдвое это я вам сейчас даю рекомендации исходя из своего опыта получения действительно хорошего теста для пиццы то есть я вымешивал тесто по регламенту пользуюсь вот таким вот агрегатом и вымешивал вот в таком сократив время примерно вдвое результат в обоих случаях примерно одинаковый по окончании замешивания тесто нужно накрыть полотенцем от заветривания и оставить подходить на два часа у меня все замесилось так что пора выключать тестомес вот так она простоит у меня два часа ну а я пока приготовлю томатный соус для пиццы он очень прост мелко нарезаю лук также мелко чеснок обжариваю их на оливковом масле до прозрачности и даже до начала легкого такого зарумянивания после чего добавляю сухие пряные травы базилик орегано и заливаю все протертыми томатами и дальше соус нужно уваривать на медленном огне 15 20 25 минут может быть полчаса все зависит от ваших томатов когда лишняя влага выпарится соус загустеет и вот тогда настанет пора доводить его до вкуса немного соли обязательно сахар но вот не верю что вы сейчас сможете найти действительно сладкие летние яркие помидоры и возможно немного яблочного или винного уксуса для такой легкой кислитки соус должен получиться чрезвычайно яркий кисло-сладкий такой летний на вкус прошло два часа и сейчас следующий этап тесто нужно разделить на порционные куски за время расстойки дрожжи активизировались и начали свою работу я энергично обминаю тесто и собираю его в такой вот шарик она упругое она эластичная очень приятная на ощупь немного оливкового масла в чашку и шарик теста тоже смажу чтобы он не заветривался и убираю его в таком вот виде тесто подниматься при комнатной температуре не меньше четырех часов работу с тестом вообще-то можно затевать с вечера часа за два за три до сна перед сном разложить его по чашкам накрыть пленкой и оставить на ночь а утром собирать пиццу и запекать ее на завтрак тесто надо использовать в течение 18 часов после вот этого вот этапа если вы вымешивали его руками то к окончанию 20 минут ну вот этого вот самого вымешивания вы почувствуете ту самую эластичность и упругость про которые говорил вот в этом ролике правильно вымешанное тесто ключ к эластичности и той самой исключительной текстуре готовой лепешки прошло два часа еще пара часов и можно уже будет выпекать пиццу пора затопить печь выпекать пиццу на тонкой лепешки надо при температурах свода печи 460 градусов в домашней духовке такую высокую температуру конечно не получить а такая высокая температура нужна для того чтобы лепешка тестяная мгновенно практически за 45 50 секунд выпеклась а сочная начинка которая на этой лепешке лежит не успела закипеть теряя все свои ароматы в духовке можно приблизиться к режиму дровяной печи если положить на самый низ камень я до того как построил себе вот эту печь вырезал из обломка гранитной плиты себе камень болгаркой под размер духовки перед выпечкой за час до готовки укладывал его в духовку на самый низ и раскочегаривал ее как следует и когда приходила пора выпекать я непосредственно на этот камень без всяких противней выкладывал пиццу прямо на бумаге для выпечки и она быстро выпекалась конечно не за 45 50 секунд уходило где-то четыре с половиной пять минут но это все равно гораздо лучше чем обычные 15-20 минут выпечки на противне время собирать пиццу не надо ее раскатывать скалкой выдавите весь воздух из теста и получите сухую жесткую лепешку растягивайте пальцами если в начале вымешивания теста вы не ленились то сейчас тесто будет очень эластичным отлично теперь соус наполовину мы собираем кальсон и если вы не забыли теперь пару ломтиков вареной ветчины сверху шампиньоны пластинками и моцарелла что касается содержимого пиццы все оставляю на ваш вкус чем хороша кальциона тем что в нее можно положить совершенно грандиозную гору начинки и при этом тесто ну по крайней мере верхней части пешки останется прекрасной если на обычную пиццу положить такую вот грунт начинки то лепешка под ней просто потеряется ну что отправляю ее в печь готовится она моментально поэтому я не могу вам показывать все подробности внутри печи и одновременно готовить пиццу поэтому смотрите на результат все готово немного ароматного оливкового масла сверху давайте посмотрим что-то внутри красота вторую пиццу сделаю с такой же начинкой но вверх ее смажу томатным соусом я думаю чуть-чуть сыра сверху совсем не помешает печь ее подожду немного и можно вытаскивать а это поярче будет правда разрежу ее ароматы упоительные надо пробовать шикарный грандиознейший вкус извините попробуйте хотя бы один раз приготовить пиццу по всем правилам к сожалению даже в италии далеко не в каждой пиццерии готовить с душой и вы не сможете спокойно смотреть на то что почти во всех заведениях почему-то называют пиццей это это божественно это впечатляющее блюдо совершеннейшая фантастика для духовки заведите себе камень не обязательно какой-нибудь гранит мрамор можно даже обычную керамическую плитку использовать вот эту строительную только глиняную натуральную так чтобы наберите толщиной чтобы она была два два с половиной сантиметра этого хватит выше крыши и у вас будет такая пицца это сносит просто голову на раз фантастика вот и все на сегодня понравилось ну вы знаете что надо делать не забудьте поделиться этим видео с друзьями может быть если вы не решитесь приготовить у них хватит духу и угостят они вас настоящей классной неполитанской пиццей спасибо за компанию всем пока